Всем привет, с вами Андрей Каспер и наш фильм начинается нестандартно. Утром в палатке в ущелье Махар. Выходим, вот такая красота открывается, вчера приехали около часу ночи, встали лагерем, разбили и легли спать где-то в 6 утра. Вот здесь долго-долго заседали за столом, сейчас здесь почти пусто, хорошо, а вот девчонки варят шлюм, красота, ну-ка открой, 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 быстренько я поеду, да сейчас, вот такая красота, все, а мы едем на спасение крузака 200-го, он уехал куда-то вперед за погранцов и там застрял в реке. Утром куда-то уехали в неизвестном направлении, выходят на рацию, где находятся и где сидят непонятно, говорят, что машина по пояс в воде. Я в шоке, как можно было ночью удрать куда-то? Так они не ночью удрали, они утром удрали. Ну, у нас считаю, это ночь была. Ну да, в 6 утра только легли и сейчас вот 11 час, а ребята уже где-то там, где-то уже засели, нашли себе приключения. Александр, как вам спалось? Замечательно, только мало. Короткий был сон, с 6 до 9, да? Да. Ты в 9 стал или во сколько? Ну, где-то в полдесятого. А, ну вот. Я проснулся где-то в 10, ну потихонечку, так не спеша собрался и в 11 часу уже вышел. Иду сразу суета и сразу поиск пропавшего крузака 200-го. Александр недавно доработал автомобиль и теперь у него стоят новые блокировки. Расскажи про них. Я поставил пневмомуфту подключаемого заднего привода и пневмоблокировку с немножко другими приводами, скажем так, на большее количество шлицов. Муфта теперь подключается механически, автоматически она не подключается только через пневму и через кнопки. Вот. Ну и из-за этого здорово добавилось надежности. И проходимости заодно. Конечно. А мы, кстати, приехали по Гранпосту. Наконец-то мы доехали до того места, где застряли наши ребята. Ну вот уже впереди открываются виды. В речке стоят. Ну, кстати, они почти на берегу. Я думал, гораздо глубже. Наверное, просто на камень сели. Ну, такое предположение. Да, да, да. Там речка такая коварненькая. Вот они, герои нашего сегодняшнего дня. Как говорилось в песне, герой не моего романа. А там, кстати, за рулем роман. Я всегда говорил, если застревать, то только в красивом месте. Например, в таком. Что по горизонту. Бесподобно красивые виды. Что по высоте. Вот такие скалы. Класс. Начинается мокрый снег. Обратили внимание? Вот такая погодка. Решили вытягивать лебедкой, которая находится на джипе. На караташе. Заякарить надо Ренглера. Он не вытянет его. Камушек маленький это не спасет. Не спасет, нет. Ну что, начинается. Отрывается. Смотрите. Стой, стой, стой. Что там у него в бампер рвется, да? Я не стою. Назад вытянуть пока не получается. Очень капитально сидит на камнях. Не сдвигается. Здесь уже репортаж ведут. Прямой эфир. Конечно. Оживляешь события, да? Обязательно. Все прекрасно. Мы в горах. Идет снег. Ренглер. Дополнительно заикарили вторым автомобилем. Хонда CR-V. И сейчас таким тандемом попытаются вытащить. Если не получится выйти самостоятельно, пограничники сказали. У них есть ГАД-66. Который через время приедет и вытащит. Так, ну похоже процесс пошел на лад. Машинка вытаскивается. Отлично, отлично выходит. Все супер. Пассажиры в салоне радуются. Машут руками. Спасли. Осталось только понять, почему курзак не заводится. А лампочки горят хоть? Что это? Лампочки горят. Лампочки горят. А мотор не заводится. В курзаке лучше всего живется? Да. Тебе я так понимаю. Когда вам летят 7 метров, тебя по всему горам. Прекрасно. Короче тебя отвезли и даже не спрашивали мнения твоего, да? Хоть... А, ты спала, да? Да. Хочешь ты кататься с ним или не хочешь, да? Но не посчитали нужным, что ты увидишь это ущелье. Во всей красоте. Да. Есть предположение, что просто сел аккумулятор. Сейчас попытаемся запустить. Завелась? Погоди. Все отлично? Счастливого пути. Все. Вы завелись? Спасибо. Можно ехать дальше. Можно ехать дальше. Большое спасибо Рейнглеру и его водителю, который спас в этой безнадежной ситуации. У остальных с лебедками проблема. Она конечно есть на шокодастере, но не настолько мощная. Вряд ли бы вытянула курзака. Ну что. Машина спасена. Возвращаемся в базовый лагерь. Там нас должен ждать шулюмчик. Надеюсь уже готов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Круто. Он без седла едет. А лагерь между тем живет своей жизнью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шулюмчик уже готов, нет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как? А, Александр? Выяснил, нет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выяснил. Говорят, шулюм готов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ай, красота. Давай посмотрим. Давай, давай, давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ух. Смотри, ты снял как? Ух, конечно снял. А пахнет-то как, а? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шулюм просто офигенно вкусный. Бомба. Спасибо, Анжелика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Анжелика умничка, молодец. Ты скопились в шатре? Короче, мы не помним ничего. Шикарно шатер подошел, да? Ваще отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И теперь повторная попытка. Снова едем в ту же самую сторону, только теперь с целью покорить озеро Нахар. Не Махар, а Нахар. Не знаю, получится раз подняться на автомобилях. Там очень большие каменные особи и крупные камни. Но мы постараемся. В любом случае, будет очень интересный, развлекательный контент. Перед подъемом стравливаем резину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начинаются первые интересные лужи. Пока в виде альтернативного варианта можно ехать, можно нет. Но мы проехали. Кстати, а наверху уже снег. Вон на горах лежит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Интересные препятствия продолжаются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем-то, нормально проходим. Чуть-чуть не туда свернули, разворачиваемся. Так. Красиво. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Плывем через реки. Кстати, уже неплохие броды такие. До номера. Великолепные места. Такая красота просто открывается. Даже в тумане. А вот и мокрый снег пошел. Лошадка мой не помеха. И нам, я думаю, тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как всегда, как на интересную покатушку едем в Карачаево-Черкесию, обязательно идет ту частичку. Да. Посмотрите наш прошлый фильм, когда мы на Хурлакёль поднимались по снегу. Это было что-то там безумно просто крутое, красивое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ух ты, блин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Классные места. Снег, конечно, создаёт особую атмосферу. В Бомбовске так смотрится всё. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ох, погодка сегодня разгулялась, а! Хе-хе! Жесть! Посмотрите, как Хонда старается, буксует, но проходит это место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оп! Ничего себе волну пустил. Слишком-слишком резко. Выехали на поляну пред могучими горами. Нам куда-то вверх. Нереально красивые места, просто завораживают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, а здесь ребята уже начинают глокнуть. Дастер за нами беленький заглох. Попыточка номер два. Ну-ка, ну-ка. Там должна быть блокировочка. Опа, София выехала! А теперь как раз тот самый 200-й крузак. Ну, у него проблем не будет с подъёмом. Выскочит легко. Так, ну и остальные. Что там? Ниссанчик. Еще один Дастер. Паджеро Спорт. Так, и там уже не вижу что-то машины. Ну, я думаю, все заберутся. Все прекрасно заедут. Блин, фотоаппарат снегом заметает. Надо, наверное, уже на GoPro снимать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Реальчик начинается каменный. Да еще и со снегом. Все машинки обледенелые. Но пока все проходило. Справляемся. Еще один Дастер. Все так же София за рулем. Здорово. Здорово. А потом спуск пошел. Я понял. И там вот на этом спуске прям там снега прям падает. Сейчас доедем, посмотрим. Я думаю, одумаемся, развернемся. Говорят, впереди очень сложно, много снега. Доедем, посмотрим. Где сможем, там проедем. Нет, значит, нет. Обычный Дастер без доработок уже буксует. Буксует в этих местах. Пневма едет. Пневма даже без пробуксовки ехала. Паджеро спорт. Проблем не будет. Как едется, нормально все? Зачем мы только туда едем? Там, говорят, снега сантиметров в 10. Сейчас мы доедем, посмотрим на снег. Развернемся и назад. В общем, едем все заснеженные. Мокрый снег, температура где-то около нуля. Вверху снега нападало гораздо больше. Как все красиво начиналось внизу. И как сейчас здесь жестко, настоящая зима. Как машина едет, Сань? Прекрасно. Дорога интересная в плане визуала. Очень красивая и каменистая. Кажется сложной, хоть и преодолеваемой. Реально дорожка. И лиды, конечно, бомбовские здесь окружают. Снег не дает их рассмотреть, но создает такую особую атмосферу. Именно такой, какой-то мистики, мистики. Классно. Прям нравится. Там девчонки что-то нашли. Обносят рябину, калину. Впереди крузак уже не может подняться. Полирует колесиками. Не едет. Вот его сносит. Патрульс, давай назад. Он тебя не ударит, смотри. Тойота не может заехать. Неожиданно. Но у него такая шоссеечка. Попытка номер два. Крузак пошел вверх. Крузак заехал, молодец. Едем и мы. Посмотрим. Но должны подняться. Вот заодно и проверим блокировочку, муфту. Прекрасно. Прекрасно заехал. Вообще нет на пробуксовке. Прям нравится. Крузак буксовал. Хотя у него куча электроники. Ну что вам скажу. Сколько смогли проехали. Вот такая погода. Снегом все заметает. На всех машинах стоит летняя резина. Шоссейка, там МТ-шка. Разная. Но явно для снега не предназначенная. А вот эти вот подъемы. Уже такие не берущиеся. Просто с риском, что нас тянет вот сюда. Вот с этой дороги тянет сюда вниз. С большой долей вероятности. Да, Анжелика? Да. Дальше не едем. Я хочу горячий глингвин, горячий шашлык. Горячий чай. Горячий чай. Все горячее. Я не люблю здесь зиму, снег. Хорошо. В общем, мы услышали мнение части коллектива. Можно еще, конечно, остальных попросить. Но большинство уже осталось снизу. Несколько машин даже не поднялись сюда. Что, Рома? Едем дальше или едем кушать горячий шашлык? С глингвином. Дальше. Какие могут быть варианты? Ну, давайте дальше. Я за. Ты как? Я как все. Ты за руль или сзади будешь лежать? Сзади. Какое у тебя впечатление от подъема? Впечатление нормальное. Правда, мало нам, наверное, мне кажется. Но дальше очень опасно подниматься. В общем, хорошо, что мы не поехали наверх. Потому что уже даже здесь, на этих участках, капитально стягивало. Вот Саня еле проехал. На спусках, да. Стягивает в сторону и все. АБС уже работало, да, при торможении. И даже на скорости, когда на первой скорости едешь, все равно машину тянуло в сторонку. Несмотря на то, что вроде торможение двигателем, но колесам все равно не хватает зацепа. Вернулись в базовый лагерь. Была надежда, что снега здесь нет, только наверху идет. Но надежда не оправдалась. Все заметено, все в снегу. Будем жить в красоте. Так, а здесь ребята уже костер собираются разводить, да? Не ребята, а девчата. Ой, девчата, извините. Извините, ошибся. Девчата. И что там, что собираемся жарить? Плов. Плов? А, это на плов столько дров? Конечно. А как же шашлычки, а люляшки? А потом шашлычки, люляшки. Замечательно. Ух ты тут сколько, сколько дровишек. А здесь уже суета полным ходом. Костерчик. Что будешь жарить? Шашлычок. Шашлычок, отлично. И Андрюха будет жарить шашлычок. В этом мы шулюмчики ели утром. А в этом будет плов готовиться, так понимаю, да? Совершенно верно. Плов. Отлично. Фирменный рецепт. Именной плов. Дмитриевский. Дмитриевский плов, да? Да. Красота. Вчера дождя и снега не было. Тент натягивать не планировали. Но сейчас такая необходимость появилась. Растягиваем веревочку и натянем тент над столами. Потому что уже все мокрое, все в снегу. Вот так это выглядит. Красиво, красиво зато. Зрелищно. Очень классно. А здесь у нас отличный шатер получается. Очень даже похоже на хорошую палаточку, где станет несколько столов. Под навесом стало гораздо интереснее. Да, да, да. Скапливаемся здесь. Делаем красоту. Да. Красивое блюдо оформляем. Так что все должно быть прекрасно. Ваша шатра, мы стоим под навесом. И на природе, и в душе, и среди нас. Классно. Классно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, вот это позорище не снимай. Она делает из белого вина. Да, фу, позорище. И получается розовое. Получается розовое. Розовое, апельсиновое. Блин, как там у бабы Еги это зелье было? Ха-ха-ха. А потом мы играли в крокодила. Иногда задание было легкое, как сейчас. И слово отгадывали быстро. Повар. Жрать. Повар. Блин, опять нет. Но иногда быстро не получалось. И приходилось потрудиться всем. Особенно тому, кто показывал это слово. В этом ролике только часть пантомимы. Так как она была очень долгая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин А новое утро начинается с солнечных снежных вершин. Красота. Наконец-то погодка навадилась. Здесь уже кучкуются люди. Пьют чай. Сейчас я к ним присоединюсь. Утро должно быть добрым. И Виталик хочет начать его с люляшек. До которых вчера не добрались. А сегодня мы их пожарим. Доброе утро, девчонки. Как спалось? Доброе. Отлично спалось. Уснула, не знаю, под чей храп. То ли под твой, то ли под Мишин. Я был далеко в палатке. Да. Мы вчера варили клинтвейн. Сначала с красного. Потом с белого. Потом с медовухи. Но все равно это называлось одним слоем клинтвейн. Вы в машине спали, да? В Рэнглере? Нормально помещаетесь? Нет. Нет? В скрюченный позах, да? Вдвоем там как вообще? Не очень. Все отлично. С пяти часов я на дежурстве. Ух ты. Вот у нас самый главный кашевар, да? И охранник лагеря. Костер развел. Зверей отгонял, чтобы спокойно спали. Да, да, да. Я ночью ходил, таймлапсы пытался снять. А вы с утра переняли. А у тебя как? Все так же, все хорошо. Дежурство во сколько подхватил? Нет, мы вместе в старости. Вместе, да? О! Нашлась моя тарелка. Прикольно. Так. А вот у тебя перчатки оставлял вчера посушиться. Это ты? Твои? Да, это мои перчатки. Похуду они высохли. Но опять замерзли. Да, они льдом покрылись. Сядя только о них вспомнил. Вот. Еще прибывают. Прости. Доброе утро. Как спалось тебе? Доброе утро. А у меня тепло спалось. У нас шикарные теплые спальники. Ты с ним не расстаешься теперь, да? Да, я с ним не расстаюсь. И такое чувство вышло погреться к костру. Да, обязательно. С шикарным теплым спальником. С шикарным теплым спальником. Вообще пришла за кипяточком. В палатке у нас матрас был и спальники. Единственное, что наши куртки промокли. Куртки промокли вчера, я думаю. Да, вчера. И они не высохли. У меня тоже не высохло. И чаечек все подходят и греются кипяточком. А еще у одного из участников нашей экспедиции сегодня день рождения. Поздравляем мы тебя. Спасибо. Все, отличный день. Отличный день рождения, получается, будь. В такой компании проведешь. И в таких горах. Ну, это просто круто. Все, и мы рады провести его вместе с тобой. В очередной раз выглянуло солнце. Здесь уже люляшечки. Приобретают красивый цвет. Скоро можно будет уже их пробовать. Да. Эх, все расселись. Вокруг котелка, костерка, чайника. Ну, уже потихоньку собираемся. Скоро будем выезжать. Нам еще предстоит посетить ущелье Гондарай. Приятного аппетита. Спасибо. Что вам запомнилось из вчерашнего дня? Первый снег. Первый снег, да. Первый снег этого года. 25 сентября вчера было, да, так понимаю? Да. С первым нас снегом. Сегодня 26-е. Наверху было очень холодно. И скользко еще оказалось. Намокли. Вот наверху мы намокли хорошо. У меня получается намок фотоаппарат. GoPro от холода стала вырубаться постоянно. Кстати, сейчас нормально работает все-таки. Потеплело. Вот такое крутейшее солнце. Прямо в глаза светит. Мы уже отвыкли от него. Вчера была пасмурная погода. Позавчера тоже. А сегодня классно. Да? О! Офигенно. Что у тебя запомнилось больше всего из вчерашней поездки? Гритвейн. Игра крокодил. И спуск. Вот этот ужасный спуск. Вас тоже несло? Да, несло просто. Прямо вправо сносит в речку. Так неприятно. Нас в первый раз как понесло. Ух! Не, не ужасно. Классно сейчас. Да, 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 да. А там обрыв 20 метров. Прямо вообще жестко, да. А потом мы соединили два шатра и вообще было классно. Да. Снег шел, снега дождь какой-то. И нам было тепло, там была уже минусовая температура. Угу. А у нас все запомнилось, все было классно. Вечер был. Да. В общем, бомбовски съездили. Сочетание снега и осени вот такой желтой, желтых листьев. Кстати, красные листья тоже попытались по пути. Это вообще, это очень круто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И самое легкое дело собирать лагерь, но мы это сделали. Весь мусор возим с собой, ничего не оставляем, укомплектовали по машинкам, распределили и сейчас уже выдвигаемся в ущелье Гондарай. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дастер выгреб, довольно крутые подъемы были, сыпучие, но с умел справился, дизельный, без подготовки. Продолжение следует... И сейчас пеший тур к водопаду Нартов. К нему ведет очень такая интересная живописная тропиночка, среди камней, небольших елочек, ну кстати склоны крутые, тяжеловато спускаться, но очень красиво. Вот так, со сломанной ногой, еще не зажила окончательно, но спускаюсь. Тяжко-тяжко, на нее нагрузочку давать сильно нельзя, но даю. А вон остальная наша компания спускается. Вот она первая обзорная площадка, водопад Нартов. Спускаюсь еще ниже, оттуда на водопад должен открываться еще более красивый вид. Еще одна обзорная площадка, здесь вообще крутейший вид. Второе название этого водопада, чертова мельница. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такое крутое место, из Лата. Расскажи, как тебе поездка, как тебе водопады? Супер, водопады и горы, это моя страсть, я обожаю. Вомбус, классная компания, все собрались. Еще и джипит в придачу, просто море удовольствия сразу, это нереально. И такая природа, красота, горы массивные. Таких в другом месте, наверное, не встретишь. Вообще супер. И погода, просто было все. И снег, и солнце, и дождь. Бомбашки. Все целые, все проехали, все довольные. Это классно вообще. Отдохнули супер. Не сидите на месте, не сидите дома. Выбирайтесь на природу, и вы будете вознаграждены. Вот все эти крутые виды будут только для вас. Все, присоединяйтесь. Горы ждут. Субтитры сделал DimaTorzok А на обратной дороге мы еще заехали к Нарзану. Нима ведет вот такой вот подвесной мостик. Шаткий и интересный. А я тебе стаканчики несу. Держи. Вокруг Нарзана установлен вот такой забор, защищающий от скота, чтобы тут коровы не ходили. Ну, мое такое предположение. И вот он сам Нарзанчик. Вкусный, приятный. Сейчас будем пробовать. Она газированная? Да. Это что? Да, да. Может, как бы Нарзан чуть-чуть. Тут все позамерзали. Ну, так, довольно холодно было. А теперь пытаются восстановить энергию. Анжелика, посмотри на меня. Греется вот таким способом. Покажи свой шарфик. Вот такой классный шарфик. Кофт. Ну, это мерзло, не холодно. Ну, да. И Миха что-то поверся. Было холодно. Да. Ну, мы грелись всеми доступными способами, да. А сейчас нас отпускает. Виталька нормально только едет и все. Ну, и я вроде как пока на бодричках нормально справляюсь. Какая же сегодня классная погода. Эльбрус видно как на ладони. Просматривается весь Кавказский хребет. Четко видно. Редко бывают такие моменты, такие дни. Всегда что-то скрыто. Александр, Денис приехали к нам на Рубиконе. Аж из Сургута. Проделали 3700, 3700 километров. И готовы поделиться своими впечатлениями поездки. Да, все понравилось. Очень интересная была поездка. Погода очень разная. И солнце, и небо ясное, и дождь, и снег. Вообще все было. Ну, и, конечно, компания веселая. Да. Клинтвейн очень вкусный. Клинтвейн запомнился всем, кто в этом участвовал. Ну, я летал по разным странам и думал, что как бы вот это отдых, вот это там интересно, прикольно. А по России как бы не ездил-то особо. Вот. Ну, и на этих выходных мы выбрались. И я хочу сказать, что, блин, у нас тоже есть на что посмотреть. У нас очень много крутых мест. И они реально не хуже, чем в Европе, а местами даже и гораздо лучше. И ехали, и смотришь на дорогу, блин, по вокруг красотища такая. Очень интересно. Да, 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 да. Еще сочетание осени, снега, это все. Гор безумно красиво. Три 700 не зря. Не зря. Однозначно. Даже вот эта поездка. Плюс у вас еще предстоит. Дальше куда едете? Куда позовете? Четверное море. В Абхазию, наверное, заедете. Все, ну да. У вас еще предстоит, получается, через холодные горы к теплому морю. Как раз пока доедете, оно согреется. Все. Отличное вам путешествие. Ну, я думаю, еще увидимся и прокатимся. Надеемся. Это действительно было замечательное путешествие в большой дружной компании. Если вам понравился фильм, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делайте репосты, пишите ваши вопросы и комментарии. Буду рад с вами пообщаться. Также смотрите другие интересные фильмы о наших путешествиях и покатушках. До новых встреч на канале. С вами был Андрей Каспер. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok